Привет, ребята! Вы на канале Той Чай Китс. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А сегодня мы играем My Lovely Cat. Ребята, сегодня нас ждет шестой эпизод с ссорой. На следующий день, после того, как ссора провел ночь в первый раз в моей квартире, я шла на работу, держа в руках переносную сумку с ссорой. Прошлой ночью я не могла уснуть. Мысли в моей голове не позволяли мне уснуть. Утро наступило до того, как я это поняла. Я шла, отчаянно пытаясь бороться с зевотой. Я не знал, что Аркада так выглядит в это время дня. Ссора тихо пробормотал. Мы раньше гуляли здесь после обеда, но утром мы были здесь впервые. Да, утром здесь тихо и спокойно, не так ли? Честно говоря, мне здесь больше нравится сейчас, чем когда все здесь битком набито людьми. Ссора согласился со мной. Я не убегу, можно мне вылезти из сумки и идти самому. Но люди видят тебя в образе кота, поэтому не думаю, что им понравится, что ты не на поводке. И если что-то случится, босс сильно расстроится. Я понимаю. Мне бы очень хотелось выбраться из этой клетки и прогуляться. Я чувствовала себя немного виноватой из-за того, что не могла выполнить его желание, но я должна была оставаться сильной и непреклонной. Но мы уже недалеко от кафе, поэтому если ты согласишься быть у меня на руках, ты можешь выйти из сумки. Правда? Спасибо, Мирай. Мое предложение его очень обрадовало. Я достала его из сумки и взяла на руки. Я уже привыкла держать тебя на руках, но должна признать, ты очень необычный кот. Я могу с вами общаться только тогда, когда вы, ребята, принимаете человеческий образ. Сейчас ты можешь касаться меня только как кот, верно? Так умеешь только ты. Интересно, как это работает? Сора ответил на мой вопрос. Я понимаю, но мы коты, а ты единственная способна видеть нас людьми, не так ли? Поэтому думаю, что причина в тебе, Мирай. Во мне? Причина в том, что сора мне не безразличен? С тех пор, как я выбрала ссору, когда босс попросил меня об этом, я заботилась о ссоре больше, чем о других. Возможно, но я не была уверена в том, что это и была причина того, что я могла видеть ссору таким. Вопрос ссоры продолжал вертеться у меня в голове. Неужели его перевоплощение в кота или в человека зависит от меня? Погрузившись в размышления, я не заметила, как мы добрались до кафе. Доброе утро. Сора. Босс. У-у-у-у, босс. Как только я открыла дверь, он ринулся нам навстречу, как будто долго ждал нас. Ну, думаю, он точно ждал нашего возвращения. О, мой милый ссора, я так давно тебя не видел, мой дорогой. Всего одну ночь, босс. О, нет, я не хочу, чтобы он меня обнимал. Сора. Он взял ссору у меня с рук, чтобы поддержать его, но ссора тут же убежал. Менеджер казался очень расстроенным. Почему? Почему он не может посидеть у меня на руках? Босс. Пока я пыталась подобрать нужные слова для менеджера, Шира тихо поприветствовал меня. Доброе утро, Мираи. Я смотрю, ты прекрасно заботилась о ссоре. Доброе утро, Шира. Затем Шира прижался к боссу, чтобы успокоить его. Оу, ты так добр ко мне, Шира. Ох, с меня хватит. Вчера вечером все было просто ужасно. Он боялся, что может произойти крушение поезда, или случится землетрясение, и ссора пострадает. Он так переживал. А еще он решил спать с нами. Передо мной развернулась целая трагедия. Шира пытался успокоить менеджера, а Лео ныл о том, как ему все надоело. Ох, босс. Как я и думала, он сильно переживал за ссору. Ну, это нормально, когда хозяин волнуется за своих питомцев. Хотя, честно говоря, я очень плохо спал прошлой ночью. Босс был просто в панике. Я такой сонный сейчас. Вчера был ужасный вечер. Не понимаю, почему тебе так хочется ходить туда, где полно людей? О, я не думал, что такое может случиться. Мне очень жаль. При виде измоченных лиц своих друзей, ссора опустил голову и искренне извинился. О нет, ссора, ты так хорошо провел время. Все так неудачно сложилось для ребят, и это могло испортить впечатление о поездке у ссоры. Босс, я прекрасно понимаю, что вы беспокоились о ссоре. Но вы не должны забывать о других котах, пока ссора нет в кафе. Хм. Он смотрел на меня, пытаясь понять, что я имела в виду. Шира сочувственно положил ему голову на плечо. Ваше беспокойство о ссоре вчера заставило других котов волноваться. Им было очень одиноко. Это правда? Что за... Мне совсем не было одиноко. Ззз... Ну? Как глупо все это выслушивать. Мираи... Да, может, я немного изгустила краски. Не обращая внимания на реакцию котов, я продолжила разговор с боссом. Ссора очень хорошо себя вел, поэтому я и согласилась взять его к себе на ночь. Если бы что-то произошло, пока он был у меня дома, я бы защитила его любой ценой. Пожалуйста, доверяйте мне. Мираи... Мираи, спасибо. Босс замолчал на какое-то время. Ссора и я тоже молчали в ожидании того, что произойдет дальше. Я знала, что говорить подобные вещи было немного эгоистично с моей стороны. Я посмотрела на ссору. Казалось, он готов был расплакаться. Ссора. Мое сердце сжалось при виде его грустного лица. Атмосфера в комнате была не из приятных. Босс, наконец, заговорил. Ну, ладно. Пожалуйста, заботься о ссоре вместо меня. Спасибо. Я поняла. Я буду присматривать за ним со всей ответственностью. О, чудесно. Я с облегчением поклонилась. Менеджер, вздохнув, улыбнулся. Я должен позволить ссоре повзрослеть. Я также должен извиниться перед всеми остальными. Мне жаль, что я запаниковал вчера вечером. Он посмотрел на каждого из котов и извинился. О, пожалуйста, не стоит беспокоиться из-за этого, хозяин. Меня все устраивает, пока меня вкусно кормят. Пожалуйста, больше не нужно меня беспокоить, когда я сплю. Ззз. А мне вообще все равно. После извинений босса коты отправились по своим делам. Остался только ссора. Все поняли, как много они для вас значат. Надеюсь. Кстати, Сора, твое лицо очень повзрослело. Оу! Внимательно посмотрев на лицо Соры, он кивнул с довольным видом и отправился на кухню. Повзрослевшее лицо? Хммм. Я приблизилась, чтобы лучше разглядеть его лицо. В чем дело? Ну, я думаю, что у тебя красивое лицо. Что? Я сказала, не подумав, но мои слова ведьма ошарашили его. Что? О чем ты говоришь, Мирай? Он так смутился и разволновался, что его щеки покраснели. Это было совсем не похоже на него. С тех пор, как Сора стал приходить ко мне домой, прошло какое-то время, и я уже к этому привыкла. Я была на станции, в руках у меня была переносная сумка, в которой сидел Сора. Но сейчас все было не так, как обычно. Сегодня все переполнено. Здесь так много людей. На платформе люди стояли в очереди, лавочки тоже все были заняты. О, все понятно. С завтрашнего дня начинается праздничная неделя. Праздничная неделя? Сора не знал, что это такое, поэтому я ему объяснила. У людей, как мы, работающих в сфере обслуживания, например, в кафе или ресторанах, праздничных недель не было. Поэтому он не знал, что такое праздничная неделя. Ясно. Значит, из-за праздничной недели поезд будет перегружен, верно? Да, потому что многие отправляются в путешествия или возвращаются в свои родные города, чтобы провести время с семьей. Путешествия. Понятно. Услышав о путешествиях, его глаза загорелись, и он с пониманием стал разглядывать людей на платформе. Он это делал, как будто разглядывал журналы о путешествиях. Было так интересно наблюдать за тем, как Сора узнавал все больше об обществе людей, но с другой стороны, у меня это вызывало смешанные чувства. Через несколько минут объявили наш поезд, который вскоре подъехал к платформе. Как я и думала, поезд был битком набит людьми. До моего дома нам нужно было проехать всего две остановки, но ссоре, должно быть, было очень неудобно в сумке. Прости, Сора, тебе придется немного потерпеть. Ага, со мной все хорошо, а как ты себя чувствуешь, Мираи? Я ответила ему, что со мной все было в порядке, на самом деле мне было не так легко. Поезд качал из стороны в сторону, я стояла у двери, вокруг меня были люди, и я изо всех сил старалась крепко держаться на ногах с сумкой в руках. Это было гораздо сложнее, чем я думала. Мы подъехали к первой остановке, пассажиры начали выходить из поезда, и мне стало немного легче, но затем в поезд со станции стали заходить новые люди. Вдруг, я почувствовала, как меня что-то ударило. Меня в плечо ударил парень, похожий на офисного работника, который только что зашел в поезд. О, мне так... Черт побери! Он выразил мне свое недовольство. Я хотела извиниться, но, видимо, ему это было не нужно. Что? Вдруг я услышала, что дыхание ссоры участилось. Сора, потерпи, пожалуйста, мы выйдем на следующей станции. Мужчина продолжал смотреть на меня, пока я успокаивала ссору. Ни с того ни с сего он начал ворчать. Черт, я так устал на работе, и за праздничной недели приходилось задерживаться допоздна. Как же здесь много людей. Люди рады, что смогут немного отдохнуть и расслабиться. И тут кто-то приносит своего кота, это так раздражает. Сора! Он дрожал внутри сумки. Он был расстроенным. Я должна была его успокоить. Он слышал недовольство мужчины. В поезде было столько людей. Сора только из-за этого был уже в стрессе. То, что сказал тот мужчина, могло оказаться для ссоры последней каплей. Сора, мы скоро зайдем с поезда. Мирай. Вот так вот. Ты хороший мальчик, правда, Сора? Ладно. Со мной все хорошо. Я говорила с ним как можно мягче. У него получилось успокоиться. Несмотря на недовольный взгляд мужчины, я взяла себя в руки и вскоре мы вышли из поезда. Я остановилась в парке рядом со станцией, чтобы Сора мог прийти в себя. Уф, как я рада, что мы сошли с этого поезда. Ага. Ну, рядом с нами никого нет. Хочешь вылезти из сумки? Да, хочу. Голос ссоры прозвучал не так радостно и задорно, как обычно. Он рассержен? Я аккуратно открыла дверцу и выпустила Сору из сумки. Выбравшись из сумки, Сора тут же принял образ человека и посмотрел на меня с серьезным выражением. Мирай. Он обратился ко мне тяжелым и низким голосом, который был совсем не свойственен ему. Сора. Как только я спросила его, как он себя чувствовал, он тут же обнял меня. С-сора. Мирай, твое плечо болит? Мое плечо? Нет, все в порядке. Несмотря на то, что я сказала, что с моим плечом все хорошо, Сора стал его трогать, пытаясь убедиться в правдивости моих слов. Я такой бесполезный. Он убрал руку с моего плеча и посмотрел мне в глаза. Его оранжевые глаза были немного воспалены. Он был вымотан поездкой. Сора, мне так жаль. Поездка на поезде утомила тебя. Да, утомила. Я не знал, что людям иногда приходится находиться в таких неудобных местах. Он сжал мои руки в своих, глядя на меня с печальным видом. Я хочу стать человеком. Что? От удивлений мой голос прозвучал громче, чем обычно. Сора еще крепче сжал мои руки. Сейчас я знаю, что хочу. Я хочу стать человеком. Хочу гулять рядом с тобой, Мирай, и посетить многие интересные места. И я хочу защищать тебя в переполненном поезде. Сора. Я не хочу, чтобы ты меня защищала. Я хочу сам тебя защищать. Он неожиданно рассказал мне о своем желании. Я не расслышала его последние слова. Их спрятал от меня шум уходящего поезда. Ребята, ну вот и все. Эпизод шестой подошел к концу. Вы были на канале Тойчайкиц. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Ребята, всем пока-пока. Продолжение следует...